уважаемые слушатели авроры сегодня наше продолжение с развитием мозга человека мы добрались с вами до конца эмбрионального периода это на самом деле как вы понимаете примерно два месяца после того как то есть после оплодотворения к этому моменту человеческий как раз зародыш начинает чуть-чуть приобретать те формы которые характерны для человека то есть это уже существо которое можно отличить там от аналогичного эмбриона например высшей обезьяны что тоже очень существенно то есть иначе говоря у нас с вами получается такая ситуация что два месяца это общие эмбриологические признаки о которых мы говорили прошлый раз это и так называемая исчезновение хвоста то есть признака нашей близости к обезьянам и исчезновение жаберного аппарата в котором многие сомневаются но к сожалению для этого надо книжки читать там есть масса фотографий человеческих эмбрионов и плодов которых ничего другого вы не увидите то есть все мы в процессе развития проходим фазу в которой у нас с вами есть хвост ничего страшного в этом нет и вот этот период заканчивается постепенно и примерно примерно еще раз подчеркиваю примерно к восьмой неделе плюс минус там 5-6 дней потому что развитие очень различно и динамика скорость развития тоже существенно различается у человеческого эмбриона появляются признаки собственно говоря гомо sapiens sapiens в чем же они проявляются ну во первых сразу начинает интенсивнее расти головной мозг всего за несколько там за две недели он увеличивается примерно к 11 неделе в три раза то есть это тогда огромный уже такой мозг который кажется что занимает там большую часть головы на самом деле если посчитать объем то этот объем очень невелик объем то маленький на самом деле это же иллюзия почему потому что мозг тонкостенный и его стеночка состоит всего лишь навсего из нескольких слоев клеточек вот именно в это время у нас и происходят основные события связанные с тем что формируется неокортекс то есть вот этот рост мозга он начинается как раз связано с неокортсом и именно этот период хуже всего исследован вот кому интересно тот кто познакомился с книжкой про эмбриональное развитие человек есть такая книжка атлас мозга человека меня очень много спрашивают в том числе и зрители канала аврора где можно об этом почитать вот здесь описывается подробно о том что происходит с головным мозгом человека хотя бы на анатомическом и частично цитрохитоническом уровне в процессе эмбрионального развития чтобы описать полный цитрохитоническую дифференцировку на это понадобится я думаю что не такая не одна книжка штук пять это вопрос как вы понимаете не ко мне а к финансирующим организациям которые должны стимулировать науку в нашей стране так что же происходит дальше вот у нас к 11 неделе головной мозг увеличился в три раза это чудесное событие говорит о том что начинается его морфогенез и морфогенез человеческого мозга он отнюдь не просто сразу же когда еще мозг стоит из тоненьких стеночек вот этот головной мозг пока тоненький то ничего не утолщились мозг не стал и образовал огромное количество отростков и связи которые наполнят этот самый мозг содержим пока тоненькая стеночка возникают складочки то есть борозды и извилины причем их возникает сразу несколько штук пять а потом спустя некоторое время они распрямляются то есть мозг сначала был герифицирован и вы видите что в складке все хорошо а потом опять распрямляются а потом через несколько недель образуются по новой то еще такие причуды морфогенеза которые связаны с распределением во времени и пространстве нейробиологического материала ну внутри неокортекс то есть на самом деле происходит очень сложные процессы детерминации образования индивидуальных полей тех самых которые детерминируют нашу индивидуальность что еще дальше происходит с этим мозгом наш мозг так активно увеличивает размеры полушарий что они начинают закрывать крышу среднего мозга до этого он очень похож на каких-то очень примитивных млекопитающих начинает закрывать крышу среднего мозга то есть такой большой то есть доходит практически до закладки мужичка и в мужичке начинают изменения то есть появляются парные полушария мужичка напомню что полушария мужичка возникают только у млекопитающих свое время много много лет назад ко мне обратился один исследователь космического пространства с требованием показать ему у птиц в данном случае широко известных космической биологии перепелов червь мужичка я был такой степенью потрясен что онемел на несколько минут потому что заведующий лаборатории должен вообще представлять о том что у птиц вещь мужичок состоит из одного червя вот у человека до примерно 8 9 недели он стоит тоже практически из одного червя а потом вместе с развитием парных полушарий начинают появляться полушария мужичка те самые которые собственно говоря обслуживают на кортекс кору большого мозга это признак млекопитающих и вот этот признак млекопитающих человек начинает развиваться после как раз где-то 8 недели уже достаточно активно то есть такие растут полушария они очень большие как я говорил они имеют огромный размер у взрослого человека маленький 70 граммовый мужичок если его завернуть может оказаться выше самого человека у которого взяли то есть площадь поверхности мужичка на самом деле сложены в бороздах и извинных она огромна в этот же момент начинает возникаться возникать и мозолистое тело то есть те самые комиссуры которые связывают между собой левое и правое полушария потому что мы не можем ловить мячик вот так как-то надо его стараться схватить вот чтобы интегрировать это дело нужны межполушарные соединения футбол однопроходные и сумчатые в баскетбол тем более они не играют поэтому у них такой проблемы нет их мозолистого тела тоже дело в том что как раз ехидные многие примитивные однопроходные причем как из старого так и нового света мужичка имеют развитые полушария мужичка червь мужичка полушария развитые а вот мозолистого тела к такого развитого как у приматов и высших млекопитающих нет у них там есть передние и задние комиссуры как у рептилий этого им достаточно для интеграции их поведение то есть работа достаточно примитивной коры большого мозга то есть человеческий период характеризуется резким увеличением полушарий ростом полушарий мозжечка и образованием межполушарных связей с мозолистого тела дело в том что в этот же момент происходит и очень интенсивное образование отростков нейронов ну могу сказать что с этого момента когда отростки нейронов только возникают и переходит например с полушария на полушарии образуются дендритные древеса то есть это что это отростки нейронов которые связывают нейрон с ближайшими соседями не на большом расстоянии как мозолистые тела от ближайшими соседями и увеличивается количество этих дендритов десятки раз там в сорок раз например это к рождению легко а это что означает это именно тот объем который увеличивает мозг то есть число нейронов увеличивается медленно очень хотя вначале интенсивно чем старше плод чем ближе к рождению тем меньше нейрогенез идет но увеличение объемов мозга идет в исключительно за счет аксонов и дендритов и только в части структур ну как горячо любимые этими самыми любителями стволовых клеток гиппокамптом но сохраняется на протяжении нескольких лет единичные деления в гиппокампе у грызунов сохраняются два-три месяца деления гиппокампе но это повод не поводу чтобы обманывать 30 лет все население планеты о том что они будут выращивать новые мозги ну как вы знаете в сказке человечество верит с незапамятных времен особенно интенсивно в этот же момент а начинается такой феномен как милинизации отростков я в том что в нервной системе чего не будет работать и в ранний плодный период после восьмой недели впервые появляются так называемые олигодендроглия и это внутри мозга и на периферии швановские клетки но это отдельный разговор о нем сейчас мы чуть-чуть поговорим что же происходит а происходит следующее это оболочки нервов которые изолируют друг друга аксоны как проводники то есть дело в том что там сигнал передается как и говорил с помощью электрохимического пробегания электрохимической волны перезарядки мембраны это довольно сложное дело и требует оболочки потому что нужна среда заполнены необходимыми электролитами вот эту оболочку и формируют вокруг аксонов как раз те самые олигодендроглия которые иногда накручиваются на несколько клеток и создают такой бассейн вокруг отдельного аксон а в периферии это швановские клетки это все известные вещи абсолютно но начинаются они примерно в этот период одиночными такими образованием того что это происходит долгое время там бывает до полутора десятков а то и до двух десятков оборотов вокруг нерон то есть такая оболочка белково-липидная непроницаемая для массы масса веществ то есть таким образом осуществляется стабилизация среды вокруг нейронов иначе начать передавать сигнал в растущем детском эмбриональном еще или там полураннем плодном мозге невозможно а мозг развивается настраиваясь на всякие внешние воздействия там даже в утробе матери там эмбрион занимается всякими полезными вещами ну например в на и поначалу начинает нюхать то есть у него в мироназальной системы сложилась она для чего возникла в эволюции как орган водного обоняния чем начинает нюхать то он начинает воспринимать около плодные жидкости запахи и начинается настройка обонятельной системы я даже где-то описывал в какой-то книжке от этого очень много чего зависит потом ну например есть такая гипотеза я считаю что она вполне адекватная о предпочтениях а сексуальной ориентации но кто пойдет гомосексуалисты но кто сказать останется традиционном диапазоне но кто в смешанном ну там всякое бывает как вы знаете так вот если эта система настраивается то есть весь мозг вдумайтесь весь мозг настраивается при появлении сигналов околоплодной жидкости который например сигнализирует о наличии по тем или на причин не будем говорить про мать например о том что у нее очень много мужских половых гормонов этот момент образовалась бывает такое бывают сбои значит что произойдет настройка мужского помер назального органа системы оба полового обоняния на восприятие мужских подчеркиваю мужских половых гормонов вероятность есть того что перед нами потом появится гомосексуализм конечно то же самое наоборот может быть когда развивается девочка там исключительно переизбыток девичьих половых гормонов но понятно что в этот момент закладки мозга когда идет активный нейрогенез и в связи закрепляется эмбриональные сигналы от систем которые у нас формируют потом в будущем все наше поведение может случиться страшно то есть может так перенастроить системы заложиться таким такая система связи что человек будет испытывать райское наслаждение когда будет там хватать за мягкое место не существо противоположного пола а своего да эти и это тоже дифференцировка мозга кроме этого это добрые итальянцы которые еще до второй мировой войны ну в рамках гуманистической программы которая у них там процветала в то время ну и близости к ватикану они очень любили экспериментировать на человеческих плодах то есть после аборта они брали и начинали тыкать его в разные места острыми голоском сай как он ножками дрыгает вот такая вот про такие работа они опубликованы неизвестно они конечно не очень гуманистичны но они позволяют нам понять как как включаются какие механизмы вот в этот момент как раз начинается активная иннервация спинного мозга и от спинного мозга периферических мышц и нервов то есть пока еще там спорадические сразу после восьмой недели подергивание ножек то есть мышки мышцы а интегрирование начинаются через несколько недель то есть ранний фитальный период это момент отладки системы взаимодействий между спинным мозгом его нейронами и периферическими мышцами и это все необходимы для того чтобы настроить систему именно поэтому потом на поздних стадиях развития человеческий плод начнет там пытаться дефекацию осуществлять и тут же это начинает есть для того чтобы какие-то ощущения с быть нужно чтобы это все работало и если этого не будет никаким волшебным образом никакие особые чувства не возникло все это отрабатывается внутри утроба матери отнюдь не сам цивилизованным способом а чуть отнюдь не гигиеничным и не стерильным так что есть к сожалению все происходит методом проб и ошибок именно в этот момент и настраивается массовая связи нейронов как внутри мозга так и мозга теперь с периферическими отделами меня очень часто спрашивали да и спрашивают о том что а что происходит а все говорю про мозг да про мозг а что происходит с периферической нервной системой и даже специальные вопросы приходят относительно того а что происходит вот с тем же кишечник ну это видимо вопросы идут от закоренелых марксистов рассчитали что все от желудка согласен у нас самым кончено марксистом в животном мире являются карпа зубы ну то есть карп достаточно вкусная рыбка которая у которой настолько развита пищеварительная система и поиск пищи и кишечник так хорошо иннервирован что в заднем мозге есть специальные такие лобусы образование нейральной имеющий слоистый компонент то есть стратифицированный как наша кора головного мозга так что вот карпа они настоящие марксисты последовательные потому что у них все от желудка и они как раз ищут пищу убирают оптимальный способ питания у них все на этом построено то есть их переднем мозге никаких стратифицированных структур нет естественно это же рыба никакой коры там нет ничего у них в среднем мозге есть стратифицированной структурной зазрение а основной орган чувств это как вы понимаете кишечник который падает разные пищи вот они последовательные марксисты все остальные имитаторы так вот от имитаторов поступают когда вопросы о том а что происходит в это время с периферической нервной системой и как бы это все объяснить здесь недавно вышла книжка первой фамилии стоит хачанский второй макарова она называется а нейромышечный комплекс ободочной кишки в норме там при эксперименте речь идет конечно о крысах но о чем идет речь о самое тщательное на сегодняшний день в мире исследования посвященные кишечному кишечной иннервации аппарат то есть вот вся нервная система кишки разобрана очень подробно и с чудесными иллюстрациями сделанными с помощью моноклональных эти дел которые представляют себе катастрофу устройства этого нашего самого кишечника и его нервного аппарата это чудесное изображение которые дают представление насколько развита у нас нервная система в кишечнике то есть на самом деле если так по серьезному к этому отнестись они издевательски как я сейчас и вытряхнуть из кишечника нервную систему то есть выбросить все кроме нейронов и их отростков то выяснится что у нас в кишечнике во всем нервной системы то больше чем мозгах и тут интуитивно маркс который как всегда как вы знаете сильно нуждался в деньгах в общем то прав да действительно мы сильно думаем без энергии идущий от кишечника ничего не получится поэтому нервный аппарат обеспечивающий этот механизм он очень сложный здесь кстати говоря описано можно посмотреть картинки любопытные кстати говоря книжку достать очень сложно потому что как все хорошее она предназначена не для всех поэтому на обществе патологоанатомов российском можно найти следы того как приобрести эту книжку и может быть если вам повезет вам удастся ее купить мне просто ее автор подарил поскольку я таскать рецензировал его диссертацию о чем речь идет и он здесь подробно описывает устройство этой самой нервной системы кишки это сложнейшая система то есть она во первых состоит из двух слоев нейрональных сетей ну вы знаете что современный лучший компьютер они строят одну нейронную нейрональную сеть а у человека только субмукозное сплетение состоит из трех слоев нервных сетей ну то есть современный искусственный интеллект постепенно приближается к одной трети человеческого субмукозного нервного сплетения прямой кишки так что большой привет искусному интеллекту на самом деле в интере интернальной системе нервной который охватывает весь кишечник входит несколько компонентов они различаются там выше ниже и так далее они все различные энтеральная нервная система к сожалению не так проста как кажется то есть существует дифференциация и по отделам и по слоям и по участкам по участку участвующим нейронов и по по длине отростков которые в этом во всем участвовать это супер сложный механизм задача простая прогнать бутерброд через весь кишечник извлечь из этого самого бутерброда все что можно но и поэтому получается так что у нас вся эта система состоит из интер муральных ганглиев то есть таких скоплений нейронов которые связаны между собой и нервирует все то есть есть между мышечными слоями такой слой интер муральных ганглиев и потом субмукозной то есть иначе говоря это очень сложная соединенные по вертикали по горизонтали нервная сеть огромного размера которая на самом деле включает нейронов не намного меньше чем в головном мозге и при этом более важных для нашего организма потому что они определяют меж наше взаимодействие между нашим организмом и внешней средой поэтому всячески советую поискать эту книжку которая называется нейромышечный комплекс ободочной кишки в норме и при экспериментальном остром колите потому что на сегодняшний день это единственное внятное сочинение на этой малюсенькой планете на эту тему которая дает представление хотя бы о мышиной нервной системы кишки а так могу сказать да это очень важные органы очень важная система у человека кстати говоря она начинает дифференцироваться из клеток нервного гребня которых я говорил ну еще в конце неруляции когда у нас только-только замкнулась нервная система эти нейроны которые лежат на границе эктодермы и нервной трубки расползаются и в данном случае если говорить о нервной системе кишечника они мигрируют в основном по блуждающему нерву и заселяют это самый кишечник но если там что-то не успевает заселиться там по брыжейки потом тоже мигрирует в ободочную кишку и в прямую то есть иначе говоря это тоже все производные нервной системы которые возникают на стадии неруляции на это все на события начинаются примерно на четвертой неделе но четвертый пятый неделях развитие внутриутробного и уже к одиннадцатой если меня память не лет двенадцатой неделем вот эта вся система иннервации кишечника человеческого она достигает конечно еще не полностью сформировавшись но общего строения характерного для взрослого человека обращаю ваше внимание к двенадцатой неделе мозги еще будут созревать много месяцев а кишка уже в по готовы и кстати говоря вкусовые там сосочки начинают дифференцироваться очень рано то есть насчет поесть и переварить у нас все хорошо вот насчет подумать тут очень плохо и в этом отношении конечно существует масса проблем меня все время спрашивают еще когда я рассказываю про нервную систему я могу рассказывать с любой подробностью это достаточно легко о том что же происходит с материнским организмом и как меняется баланс различных метаболитов что больше что меньше что накапливается что не накапливается и здесь пришло несколько вопросов поскольку их больше трех одинаковых от разных людей я должен ответить на них в той или иной форме потому что тем более к нашей сегодняшней теме моего рассказа о начале фитального периода развития человека дело в том что вот все эти события происходят не скажем не безразлично к внешним источником различных метаболитов но есть отличие в метаболизме мозга и тела эмбриона и мозга и тела мать но и у эмбриона и у плода например молибден в мозге на пока накапливается к рождению но в костях у человеческого плода накапливается в три раза быстрее например у мам кобальт падает концу беременности его концентрация а у дитя накапливается в полтора раза вот он понимаете да потому что рост нейронов и обычный метаболизм взрослого человека очень сильно различается да и вообще рост всего организма то же самое происходит и с медью а она нужда для развития до нужно и поэтому женщин беременных она увеличивается полтора раза при беременности алюминий в два раза кремний более чем два раза и титан более чем два раза то есть видите огромное количество микроэлементов которые может быть не играют какой колоссальной роли как нам кажется но например селена дефицит в свое время в китае вызывал целый катастрофу в целых областях поэтому я веду к чему вопрос по делу конечно мамок надо питать надо кормить хорошей едой такой которая все это будет содержит содержать больших количествах а то им там говорят еще это ни в коем случае нельзя не рюмочку ни в коем случае нельзя сигаретка хотя накурил до этого там пять лет ну а кобальт откуда взять но она начинает пылесосить там в огромных количествах там чай кофе еще культ гадость соленые огурцы так экзотика литературной на самом деле недостаток там потому же молебдену лимиде может привести к серьезным последствиям про выпавшие зубы у мамок я не говорю то есть иначе говоря у нас существует огромная необходимость большого сбалансированного метаболического питания для матерей которые выносят плодов плоды которые беременные таскаются внутри себя плод потому что плоды требуют тех метаболитов которых в норме очень редко человек получает значит теперь переходим к вопросам запускаем нашего диатла и переходим к вопросам значит есть вопрос который повторяются из раза в раз значит про сапольского роберта про его книжки ну учебник средненький очень описание довольно простенькое не знаю он не лучше не хуже других обычных учебников которые можно использовать но это только в том случае если вы хорошо знаете английский язык потому что в переводе мадам нейморк это читать нельзя потому что ее переводе она то сказать представляет как раз именно популяризаторов науки там например нейроны из таламуса ползут в кору ну там не нейроны ползут в оригинале а там нейроны образуют отростки направляющиеся кору поскольку люди дилетанты занимаются в основном переводами эти книжки наполнены такими ошибками что лучших в переводах не читать потому что надо чтобы переводами занимались профессионалы они любители желающие заработать поэтому ничего против и сапольского не имею но книжки посредственно учебник такие у нас полно таких книжек советую все-таки найти что-нибудь посерьезнее а вот умозрительные выводы которые он устроит из этого и хотелось бы увидеть на чем они построены кроме глубокой убежденности или веры значит есть новости интересные которые мы необходимы нам необходимо так сказать познакомиться но например в гонконге об исследовали 46 детей с аутизм цель какая найти объективные морфологические критерии признаков аутизма почему-то их нет никак не могут найти поэтому все эти обвинения которые многим людям выдвигают относительно этого дела в основном высосаны из пальца но тем не менее вот сейчас вроде бы в гонконге появились первые свидетельства того что это так тем более легко проверить можно проверить глазное дно не только у детей но и организаторы викилик интересного него как с глазным дном раз у нас есть объективные критерии аутизма было бы занятно если это подтвердится ну вот дальше есть еще интересные работы которые скорее являются не столько работами столько смех панорамой о том что например есть люди умершие от ковида с модной болезни у которых легкие не были поражены специальные исследования показали что без легочных проблем гибель наступает от проблем с мозгом а вот это для нас крайне интересно в чем же дело дело в том что при исследованиях оказалось что мозг больных умерших с наличием к вид еще в острой фазе но с нормальными легкими сосуды головного мозга были страшно поражены то есть капиллярное русло было разрушено и вокруг этих капилляров разрушенных возникло мощнейшее воспаление то и что происходит на самом деле что делает этот самый вирус он вызывает то самое неприятное состояние которое у нас известно как аутоиммунизация собственной нервной системы я сделал в том что я говорил уже многократно об этом и не поленюсь повторить о том что наш мозг и вред за барьерным орган нет конечно есть особые популяризаторы науки которые вам скажут что ну как же как же мы с помощью генов на которых записано память над всем недавнешнее прошлое или молекул специальных памяти можем передать любую информацию вот если вот отсречься от этого бреда и посмотреть на то что действительно происходит у нас желудочно-кишечным трактом который я только что говорил там все расщепляется до маленьких молекул которые никакой информации не содержит но что происходит у нас в случае с ковидом он проник в организм там чист кишечник через легкие там как угодно и попал в мозг дальше он разрушает капилляры из этих капилляров что выходит кровь что происходит дальше аутоиммунизации то есть воспаление множественное в многих отделах головного мозга вот этих самых вокруг к и разрушенных капилляров этого следовало ожидать ну для этого особого ума не надо и так ясно что при разрушении гематоэнцефалического барьера будет аутоиммунизации воспаление но масштабы так таковы что на сегодняшний день к вид может вызвать смерть при значит пробой гематоэнцефалического барьера просто от массового мелких кровоизлилений соответственно воспалений уже внутри головного мозга здоровенькими легкими так что не кашляйте это даже не нужно вот это очень важный момент потому что людям которые так сказать мало образованы надо объяснять по 500 раз чтобы они поняли что опасность не только в легких но и в головном мозге который на самом деле намного более уязвим кстати говоря меня очень много спрашивают разные слушатели и на издательстве виде где вот эти книжки выходят и здесь на авроре о том что как я отношусь к этому самому к виду в отношусь к нему плохо как любой болезни но у меня очень много вопросов которые на которые я не вижу ответов но например приведу один пример 11 может быть это кого-то подогреет чуть-чуть хотя бы каким-то расследованием я уж не говорю про журналист журналисты у нас во всем мире одинаково ну вот если у вас и нет совести нет порядочности нет образования и вы не обвинены какими никакими моральными обязательствами идите в журналистику вас там ждут вот это для всего мира характер так есть несколько интересных вопросов вот тот же самый к вид то о чем говорили это не мои слова я не специалист и ничего судить на эту тему не могу могу только высказывать вопрос вот я высказываю такой вопрос как известно многие чиновники и даже организаторы науки выучили замечательное слово сочетание цитокиновый шторм что он что он в том набросился и прям так все то есть на самом деле о чем идет речь речь идет об очень простых вещах об аутоиммунном ответе на инфекцию в данном случае вирус который вызывает там брос легких там у нас масса масса всяких неприятностей другой вот первый вопрос ребятки а откуда вы это знаете понятно потому что есть современные методы а какие еще заболевания такие вызывают состоянии очень немногие и тут же возникает интересный вопрос а исследование испанки почему вами не рассматриваются и не обсуждается ведь в начале двадцатого века были вложены колоссальные деньги там в одно заполярное кладбище в европе умудрились затащить полторы сотни тонн оборудования для того чтобы откопать покойников с испанкой ну посмотреть что это там еще в нескольких местах том числе и на она на аляске это было сделано кто это финансировал такой тихий тихий вопросы зала ребята а кому это понадобилось вы чего решили испанку извлечь что или как интересные оказалось что до несколько лет с огромные деньги рылись на этих кладбища где захоранивали людей умерших от испанки и в конце концов это получилось нашли такую полную женщину которая на аляске умерла лежала глубоко и не разморозилась что очень важно для сохранения извлекли оттуда это опубликованные данные обращаю внимание на год 2009 любопытно да и вы знаете что когда даст добыли этот вирус и попытались это привить его обезьянка то обезьяну бы обезьян что возник ах цитокиновый шторм тот самый который выучили с к видом современные чиновники возникает вопрос это все опубликовано 2009 год я ничего не придумал найдите все доступно а потом в четырнадцатом году как вы знаете опубликована статья была о том как построить молекулу ковида по сути дела искусственно возникает опять новый вопрос а что это такое почему у нас смерть людей от стокинового шторма возникает у двух заболеваний так разнесенных на столетие во время и кому понадобилось это искать испанку огромное количество вопросов которые хотел бы услышать у которого меня как у дилетанта в области молекулярной биологии и вирусологии естественно возникают я уж не говорю про мутации вот это заморачивание головы при и рынковом носителей в 45 тысяч оснований не как-то немножко смущает но тем не менее это любопытные вопросы на которые хотелось бы получить ответы я думаю что нас слушают сообразительные люди и многие уже все поняли я сочувствую но эти вопросы видимо кому-то на эти вопросы придется кому-то ответить как и на те вопросы зачем после четырнадцатого года из лаборатории нашего минздрава то есть людей которые занимаются диагностику убрали всех биологов с молекулярно-генетическим образованием это для чего то есть у меня вот так очень много таких вопросов возникает странных которые как-то совпадают с дальнейшим развитием событий ну при ретроспективном анализе но я не специалисты поэтому это лест не буду и займусь тем что вы мне присылаете непосредственно на радио аврора вот посмотрим сегодняшний пул антон гончаров здравствуйте есть ли в зрелом возрасте 40 лет способы улучшить мозг через еду или еще что-то в 40 лет мозг улучшать не надо надо пользоваться но и чем активнее тем лучше почему потому что ваши мозги на самом деле еще находятся в очень хорошем состоянии и даже не стали уменьшаться как после 50 я многократно говорил об этом то что с тридцати до пятидесяти они более-менее в стабильном состоянии то есть дохнут нейрон конечно не сильно а вот после пятидесяти уже начинают сильно дохнут а это тех кто головой не пользуется вообще но в смысле там дети олигархов когда нужно учиться пробовать пользоваться кредитной карточкой и не забыть как водить машину хотя бы на автомате но вот в этих предметов всем остальным там то что ниже пояса они еще пользоваться умеют вот а вот это обязательно запомнить как-то твердо затвердить вот все остальные кто пытается пользоваться мозгами для того чтобы решать насущные проблемы там добывать пищу ухаживать за детьми что конечно несложно поскольку тут мозгов не требуете сплошные инстинкты но тем не менее какое-то давайте пытаться давать образование просто пользуйтесь мозгами просто если вы у вас есть возможность подумать пять минут ну досчитайте до 100 и подумайте тогда ваши мозги будут работать я приводил в своих книжках книжка вот есть изменчивость и гениальность которую я привожу просто отпечатки сосудов головного мозга извозчика и профессора и тот и другой умерли в одинаковом возрасте мозги примерно одинакового размера вот у профессора в десять раз капилляров больше выходить чтобы у вас были мозги как у профессора так вы их напрягаете как профессор а не как извозчик тогда склероз захватит не все сосуды я уже говорил о том что у нас в норме если мы ни о чем не думаем ну в смысле стерильный сидим спокойно смотрим с бутербродом во рту программу время или аврора то у нас работает один капилляр снабжающий определенный пул нейронов а четыре в резерве и если вы не задумываетесь например я вам сказал какой-то гадости вы возбудились и у вас там адреналин выбросился вы захотели загрызть профессора это очень хорошо в этот момент включается еще один или два капилляра они становятся проходимы для эритроцитов и область мозга увеличивается кровоснабжение таким образом я спасаю ваши мозги ну хотя бы на уровне возмущения вот а если человек интенсивно пользуется работают все пять капилляров но так долго не получается энергетический обмен у нас ограничен но тем не менее регулярное обращение к сложным задачам заставляющим работать весь мозг позволит вам и в 40 лет совершать чудеса вспомните что павлов иван петрович хотя я не разделяю его так сказать восторгов по его поводу но тем не менее все что он смог сделать он сделал в очень зрелом возрасте и таких вещей было сделано очень много пользуйтесь головой чаще она хорошо сохранится определение души это наблюдатель за миром глазами моих нейронов феномен что наш мир кто-то смотрит в какой-то момент антоген он проявляется тряляляляляля значит так зачем понятие души когда у вас есть мозги душа это то что вам продают хотя сегодня большой праздник а всех поздравляю с этим праздником ну настоящих эволюционистов и любителей искусственного отбора потому что как вы знаете любые теологические конструкции нужны для того чтобы интенсифицировать искусственный отбор то есть ну уничтожать друг друга по вескому поводу ну для этого же надо как-то все объяснить ну вперед с песнями и в этом отношении понятие души это очень ценное понятие но характерно для ранней для раннего периода искусственного отбора гоминид ну то есть вот две тысячи лет назад тысячи лет назад все хорошо работало сейчас все немножко изменилось поэтому ну любителей антиквара много я ничего против не имею иногда это работает значит если вообще хорошие книги по полезному питанию на разных стадиях беременности нет таких нет потому что это бизнес как только фирмы которые производят еду стали пришли на рынок и стали зарабатывать на бедных беременных тетках которые так в токсикологическом шоке находятся им и так плохо у них и так огромные проблемы сначала они там думают женится не женится потом забеременеть не забеременеть весь этот бред сивы кобылы сваливается на их бедные головы а потом еще за счет их организма строит организм еще какой-то там который внутри сидит ну то есть это катастрофы как только туда пришли вот эти все псевдо ученые популяризаторы на самом деле от науки ну вот они начали продавать сразу же туда всякую полезную еду это который это улучшает развитие эмбриона и плода который обеспечивает его всеми необходимыми элементами мне страшно об этом говорить мне страшно читать эти книжки еще страшнее слушать этих этих теток которые просто зарабатывают на бедных беременных женщинах могу сказать отправляйте жену в деревню пусть питается нормальной пищей обеспечьте ее там мясом рыбом молоком и деньгами на всякую траву и пусть нормально живет а вот если вы будете ходить по этим больницам с этими бизнесменами которые кормятся от бедных людей которые мечтают получить здоровое потомство а вместо этого из них просто откачивают деньги следить конечно обследовать надо чтобы там не упустить какой-либо патологии к сожалению они часто случаются я об этом много раз говорил но тут ничего не сделаешь нужно делать регулярную диагностику а кормить надо не по инструкциям из сомнительных диетологов самым простым способом и желательно в рамках этнических традиций ну вы представьте себе если там например такой чудо человек живет там потомки живут несколько тысяч лет или даже несколько столетий несколько поколений на одной территории привыкли к определенному метаболизму типу пищи и прочее все нормальные рождаются а вы берете жену и помещаете в рио-де-жанейро где она будет кормиться по среднеевропейской технологии то есть средиземноморской ну ребята лучше сразу сумасшедший дом отправить и ее и потом что вы сделаете с человеком этого делать ни в коем случае нельзя надо придерживаться традиционных систем биологические метаболические процессы которые лежат в основе гоминита не очень консервативный резкое изменение может привести к катастрофе не верите мне ну попробуйте каким-то экзотический фрукт тем более сейчас их полно возьмите он там по идее поешьте бутерброды с трюфелями посмотреть что с вами будет непривычная пища мы такой никогда не имели увидите что с вами произойдет то есть не не надо экспериментировать особенно над беременными женщинами особенно в период вынашивания плода надо обеспечивать максимальное разнообразие максимально качественной пищи снижать стресса и мы так плохо позаботьтесь чуть-чуть о них они того стоят значит есть еще вопросы вы любите одноразовые перевые ручки да люблю у всех таких что я видел на конце шарика поэтому нет эффекта нажима тогда причем такие ручки лучше гелевых которые неплохо цепляются с бумагой объясняю есть очень разные ручки я например пилотами пользуюсь одноразовыми у них там достаточно тонкие есть кончики которые вполне ты чувствуешь нажима можно надавить а если уж вам надо каллиграфически то будьте любезны купите тушь китайскую банки или сами натрите уж как конченая извращенец и кунайте туда перо причем купить перо тоже большая проблема их надо очень часто менять нормальный художник который работает пером даже вот в комиксах он к на картинку уходит одно-два пера чтобы хорошо отрисовать иметь это в виду перри стираются у меня были там ручки среди мы кончиками но все равно стираю ничего не сделаешь каких особенностей человеческого мозга говорит каллиграфический почерк и способности к игре на музыкальных инструментах спасибо борисовин ну во первых говорит о том что вы квалифицированный человек судя по всему можете контролировать себя то есть это большие в лобных долях есть специальные поля и подполя и не буду на них составить но смысл такой что должны быть большими для того чтобы каллиграфически писать но есть вы знаете как все учили школе каждый знает что в школе обязательно есть два-три ребенка в классе не то что идиотов которых надо просто выпороть два раза розгами и они там начнут быть даже нормально вести жизни ну которые просто не могут писать вот ну вот это вот проблема связанная с очень маленьким полем который контролирует наш как раз письмо у нас там есть на границе нескольких полей есть такая область которая от развития которой зависит эти возможности но если она большая вы каллиграфические каллиграфистов мало очень требуется очень сложная координация движения не всем это дано и поэтому да конечно каллиграфический почерк и позволяет сказать что вы быстрее всего сможете играть на музыкальных инструментах именно феноменально особенно на гитарах там балалайка это все-таки немножко слишком а вот сложные инструменты такие щипковые в которых надо рукой щелкать там цепляться на даже 2 грифовые гитары там это вы вполне можете справиться у вас большие перспективы это индивидуальные особенности и надо воспользоваться это умеют немногие вопросов или у а в нацистской германии проводили опыты по удалению части мозга или вообще опыты с мозгом что с это использовали нынешнее время да причем тут германии вообще опыты по удалению частей мозга начались очень давно почитайте там есть доступно в букинистах там книжки крамера там о локализации функций локализация функций так и началась уважаемые господа брали преступников которых были уже приговорены к смертной казни открывали им череп и начинали вырезать кусочек мозга и смотреть чем будет делать кстати говоря это пока самое точное исследование которые были проведены а все остальное на травмах а потом смотрели какие там поля задействовать и области есть так сделаны получены знаменитые которые во всех гуманистических учебниках по сказано ведь картинки как располагается там гомункульса перевернутый кверх ногами человеческом мозге все эти пацифисты которые говорят о том что ничего этого делать нельзя это ровно как электромобили электрическая энергия берется из космоса невероятным способом и заправляется в невероятно гуманистические стерильные аккумуляторы на самом деле для получить энергию нужно там изгадить огромное количество природы аккумулятора эти не утилизируется черт знает что содержит и прочее прочее на самом деле экологичность электромобиля она хороша только когда он ездит так вот вокруг района да а есть а энергию получают где-нибудь в африке вот это да или нули в россии то есть липа на липе поэтому уважаемые господа опыты проводили во всем мире ударяли кусочки мозга смотрели что будет как германия это делалось в россии везде делалось всем было интересно узнать какова локализация функций в америке этого практически не делалось они считали вообще что там надо вот это человек буйный там надо подрезать лобной области пусть будет тихий и после второй мировой войны там у них тысячи 65 тысяч операций таких бедных мужиков там сделали тихими и покладист катастрофа а так исследовали очень принципиально потом у нас началась это пацифисты гуманисты появились во всех местах в результате учение локализации было построено уже на посттравматическом материале поэтому таких опытов на мозге делалось много а сейчас в европе это называется транс краниальная стимуляция делают такие же дырки как фашистской германии засовывают до электроды и называется глубокой стимуляцией мозга так что германия со всеми их традициями отдыхает по сравнению с тем что сейчас делается в европе успокойте свой гуманизм и почитайте оригинальную литературу очень удивитесь сравнить ее с немецкой и вам покажется фашистская германия преемник сей современной науки западноевропейской они долгое время воздерживали запрещали операции так называем психохирургию а сейчас все уже по новой давно что это называется только по-другому стимуляции хотят вам помочь ну иногда неудачно так бывает ничего не сделать вы самое главное оплачивайте страховки сергей вячеславович стоит ли фильтровать воду из-под крана для питья и лучше лишнее не доминерализировать в местах с мягкой водой как санкт-петербург вы знаете все зависит конкретной воды иногда используют фтор это не очень полезно там зубы разрушаются иногда используют хлор как в старину сейчас уже почти этого нет но если вода более-менее приемлемо и у вас у ваших соседей которые давно пьют не начинают накапливаться камни определенного типа в почках лучше не трогать ничего но потому что вы доминерализовать воду не можете совсем а если вы доминерализуете вы себя убьете но можно поставить двое на обменник а неон и катион и чем кончится но будете вы дистиллята пить ну и сколько вы протянете боюсь что нет но тогда вам если будет пить дистиллят то вам придется есть сырое мясо рвать прямо от любимой кошки так что не не советую такие вещи делать надо проверять воду в любом случае это самое лучшее по какому закон но нейрон иннервирующий орган мишень поедает неуспешного соседа то есть чем у них принципиальной разницы как они грубо различают друг друга но они вообще тупые просто нету сил я имею ввиду нейроны они вообще до лампочки кто вокруг если все работает ну по этой причине можно было свое время объединить нейроны насекомых с нейронами млекопитающих что мы делали 30 лет назад и заставить их совместно работать так на минуточку но это никому не нужно на этой планете пока и так мозги пустые не работают на даже с избытком нейронов нейрону безразлично с кем и как для него очень важно работает клетка или не работает то есть конкуренты между моторными нейронами а при конкуренции определяется так ты растешь у тебя дифференцировки нет в том смысле что ты не образуешь потенциала действия значит ты обречен сосед съест то есть очень просто и ты генерируешь сигналы значит и рабочий нерон ты ими обмениваешься соседними значит и рабочий нерон не генерируешь значит и лишь так бывает так же будет и в будущем с человечеством тот кто ничего не генерирует а только ест и пьет тот будет съеден соседями я надеюсь вы это понимаете в рамках церебрального сортина который сейчас повсеместно происходит так еще у нас есть возможность ответить на вопрос как быть от влад мая чудный вопрос просто праздничный здравствуйте профессор как быть с инстинктивно гормональными гео стратегами если они ведут себя как бабуины едят успокойтесь все не волнуйтесь с этим все бабуины будут утилизированы вы поймите посмотрите вокруг что происходит с этим коронавирусом который явно искусственного происхождения посмотрите со всеми остальными странами что произошло искусственный отбор о котором я пишу в книжке церебральный сортинг усилился в несколько раз и он обращаю ваше внимание в этом самая прелесть он идет по биологическим законам я призываю давайте ребят остановим это дело и будем контролировать систему эволюции человека исходя из неких разумных представлений ну хотя бы из пятизвенной конституции ни в коем случае это бог знает что это это чуть не фашизм а в этот а в это время знаете как в плохом немом кино а в это время происходит такой искусственный отбор кровавый бессовестный с помощью этого самого вируса и имитации вирусных последствий в области экономики и прочего вот это все надувательство которые вам рассказывают происходит таких масштабах по сравнению с которыми церебральный сортинг с помощью томографа с высоком разрешении кажется просто книжкой про незнайку ну то есть милейшие человечки которые занимаются чем полезным и нужным делом так что вот такая ситуация и представить себе что геостратегии но геостратегии не безвредные они берут же ведь как кто-то что-то сказал они раз и начнет толка я такие толкователи снов по-старому такие сказители знаете как на гуслях который дрынь-дрынь делали услышал где-то пересказал из этих там директоров институтов чего-то в будущего экономического прошлого и прочего как грязь в распутницу поэтому страху никакого нет геостратегии как вы знаете ничего стратегически предсказать не мог потому что плохо владеют реальной ситуации то есть они являются такими сказить законы к сожалению биологически по которым мы живем они носят совершенно другую форму и все экономические процессы это косвенное следствие тех ужасных биологических процессов искусственного отбора который с нами происходит я собственно говоря ужасаюсь от этого но посмотрите кто доминирует в популяции но это же ужас и вот это вот оставляет плодовитое потомство это такая самодвижущаяся катастроф рассчитанная на многое на больно очень большие последствия в обозримом и необозримом будущем поэтому да конечно геостратегии это ужасно но это как пыль и всегда стирают три мокрой тряпочкой ничего не сделаешь в какой степени сохранность находится данный момент коллекция мозгов одаренных людей которые вы ваше председательство кто и каким причинам хотела уничтожить коллекцию результат но здесь и длинная история довольно первыми попытками уничтожения коллекции мозга были еще связаны с неким таким мягко говоря человеком селенным семянами чем кесаревым который притащил в институт мозга в москве который теперь уже по сути дело является отделом институт неврологии притащил лейтс т.а.с это такой компьютер до xt еще архаичный то есть там мигали лампочки все это подключалось к микроскопу то есть убоги убогая система то есть сегодня любой iphone превосходит его там в сто раз притащил несколько нагловатых инженеров туда довольно малограмотных которые начали рассказывать о том что вот сейчас они посмотрят в этот компьютер через микроскоп на мозги и решат все проблемы ну то есть ровно то же самое что происходило со стволовыми клетками склонирование человека с редактированием генома общем вся эта прохиндиада который запал заполнен у нас научный мир научные скажем так эти самые журналы и среда стволовые клетки там прочь всякое это вот это все было и тогда это были 70-е годы и тогда потребовалось помещение под этот самый компьютер потому что там же как стабилизация температуры вдумайтесь это еще до пентьюмов до xt то есть это вот сейчас это на ладонник превосходит но и помещение освободили выкинули часть коллекции мозга как вам это нравится выдающихся людей а теперь обратите внимание есть такая катя амунс германии который как я понимаю вывезла часть коллекции уж по каким законам они оказались в германии на сканирование я не знаю это не своим оценкам поскольку я неоднократно обращался и говори предлагал сказать продолжить исследование поскольку они закрыты я думаю что коллекции находится достаточно печальном состоянии поскольку к ним никакого доступа не существует поэтому на ваш вопрос могу ответить так судя по масштабам потерь и судя по отсутствию взрывомыслящих публикаций я думаю что коллекции находится в ужасном состоянии вот а поскольку контроля никакого нет я думаю не будет потому что эти коллекции это ключ к пониманию устройства человеческого мозга и будущее человечества поэтому я думаю что это как во всяком при нормальном биологическом процессе должно быть сильно пострадать должно сильно пострадать или вообще уничтожен но и так обычно бывает совсем здравомыслящим а видел как своей юности как теперешний институт физкультуры лесков как на его чердаке были выброшены выдающиеся коллекции мозга животных собранных со всего мира ну да поднимались асперанты смывали выдающиеся мозги уже вымерших исчезнувших животных и на них приклеивали свои эти красивые эксперименты оля иван петрович павлов дальше продолжать я видел как закапывали во дворах научно-исследовательских институт не когда-то давно 90-е уникальные коллекции например патологии человеческих эмбрионов и плодов сердце разрывается но уважаемые господа не я министр здравозахоронения не я министр каких-то там этих высшего образования науки и ничего сделать не могу я знаю как пропадали выдающие архивы выдающихся ученых как люди клали жизнь на то чтобы спасти эти самые коллекции и материалы да это им стоило всей жизни но к чему-то приводило отнюдь победа всегда за биологическими процессами так что бабуины доминировали и будут доминировать они же больше ничем не занимается не занимается наук они занимаются обеспечением своего биологического состояния поэтому с ними конкурировать сложно нужно ли бросать науку с ними бороться так теми же приемами или они тебя победят так всегда бывает потому что человечество не заинтересовано в научном развитии она продолжает как я вам говорил развиваться по биологическим законам значит в неокурсе 8 30 миллиардов нейронов и 150 а ассоциативные зоны малая часть неокурс как профессор не красный например такой мидеробиум получил такую развесистую сосуд сеть всего мозга очень по простой причине потому что сосуд он идет один в кору дело в том что у нас там достаточно сложное кровоснабжение несколько бассейнов кровоснабжения и чтобы в кору пришло необходимое количество крови нужно заставить кровь двигаться визит по всем и сонном артерии мы и там повелись ему кругу и разойтись по всему неизбежно в это вовлекается огромное количество нейронов просто у нас нет такого чтобы вот некрасова захотел там во что-то в глядеться вот один сосуд в 17 поле привет нет приходится всех остальных тоже питать ну то что же самое как вот у вас например 100 человек на плацу стоит у вас вам надо накормить 10 придется кормить всех ну так устроен мир и так устроена сосудистая система человека то есть вы ничего сделать не можете то есть данном случае приходится остальных кормить тоже ну в мозг каждый дифференциально этим занимается не все сразу сосудов включаются то есть там дифференциально но тем не менее остальным тоже кое-что перепадает когда у тебя кровоток в большом сосуде увеличился мелкие тоже тут получает когда уже встанет на поток церебральный сортинг в двадцатом тридцатом сороковом всем это будут делать да кто хочет что-то будет делать но они в двадцатом не тридцатом это может наступить через год а может не наступить никогда потому что сейчас при сегодняшних технологиях можно за год это смастерить и запустить всю машинку и компьютер и сканеры и аналитическую систему но это от этого да здесь нужно не деньги даже здесь нужна политическая воля которой нет пока может быть она где-то есть но очень спрятан искали испанку чтобы создать ковид решить при проблему перенаселения планеты по их сценарию золотого миллиарда чтобы также эффективным был ковид как испанка вот сейчас бы пригодилась группа вымпел ну вы как-то радикалист какой-то но мысль правильное направлении интересное искали испанку потому что вы представляете сколько денег надо было чтобы найти то вам не церебральный сортинг устраивать тут покруче будет так дальше как похоже на то что ковид более сложное оружие он возможно имеет отложенные последствия обязательно нужен профессионал чтобы разобраться например почему к вида 2 или 3 что у них разного для начала надо не разбираться а надо публиковать первичные данные вот вы слышите какой-то дядька который называет себя вирус олухом говорит у нас мутация так где мутации и чего мутации вот у нас первичный код 45000 снова чего мутировал и как нельзя ли поинтересоваться тишина поэтому нужно сначала опубликовать вот эти все первичные вещи там просто перри при перезаражении происходит одиночные замены но я не специалист в этом лучше вам все объясню и поэтому со временем все гриппы злые сильные постепенно падает их активность почему мы это информация не имеем где публикации о том что происходит с этим вирусом есть длинные пересевы где он сохраняет свою активность долга есть коротенький быстро 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 значит там изменения возникают быстрее 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 где эта информация это базовая информация без которой нельзя ничего это слышать вообще мне очень тяжело слушать новость потому что на ключевые вопросы ответа нет дальше вопрос уханьский вирус другой чем итальянский это к вирусологом они большие любители там вот пусть они вам рассказывают селись на ждете совет школьникам на кого стоит учиться в эту сложную эпоху я в десятом классе узнал от вашу написал книжку нищета мозга спасибо за вашу деятельность борис зорин спрашивает слушайте мне очень трудно что-то советовать я не футуролог это они там все знают наперед но ни один из них например не предсказал телефона это говорит о ценности футурологических идей вот и даже компьютера то есть к сожалению вот это вот все все эти футурологические прогнозы сложные одно можно посоветовать вам что вы должны заниматься тем что требует от вас максимально и максимальных индивидуальных усилий только тогда вы можете добиться того что вы будете нужны если вы решили что например ну вот я освою некую простенькую профессию ну и все сейчас она в фаворе на колбасу хватит к сожалению не хватит сейчас освободится гигантское количество там офисного планктона сейчас еще два шага компьютерных технологий все это никому не нужно они не нужны будут физически нажимать на компьютер будет на кнопочки не надо будут нажимать программу сейчас еще там пять-шесть лет и в городах уж точно поедут автомобили без водителей куда девать человеческий мозг может освоить очень сложные профессии поэтому идите по принципу сложности чем сложнее занятие тем меньше шансов что вас заметят компьютеры или подрастающее поколение которое всегда лениво похотливо и думать что у них вечность впереди поэтому учитесь сложному это гарантирует вам будущее а как какому сложному это уж вам выбирать мире мар вера женщины часть еще выносит мозг мужчинам если есть что выносить тогда и выносит еще вопрос существует ли интеллектуальные игры ли во всех относятся комбинаторик конечно комбинаторик игры то придумывают не гений во многих американский фильм присутствует тема лоботомии это с чем связано как раз этими методами опытов над преступником дни опыта никакие слушайте почитайте это есть это доступно плохо доступно но вы же ведь все тыкайте в компьютеры ну так тыкайте хоть чуть-чуть по осознанней но нельзя же как будто у вас одна кнопка все время нажимать на одно и то же дело то в том что лоботомия была в америке в 50 60-е годы распространена как прием нафтезина от насморка считалось обычным делом если человек пришел с войны и чувствует беспокойство дискомфорт или еще что-то в ходе ведь по подрезать лобной области речь идет о десятках тысяч операций господа и товарищи там кто как хочет это же катастрофа в масштабах всей страны даже сейчас кстати эти операции продолжаются в мексике но это и есть оправданная ситуация вот например там анорексии когда женщины отказываются от едины чтобы стать стройными прозрачными а потом выясняется что уже пора умирать даже достигнув определенной массы тела дальше они есть не могут и все они почему не могут то есть я уже об этом говорил сто тысяч раз потому что наши лобные области возникли развивались как система торможения агрессивного поведения для того чтобы самки могли делиться с детенышами своей едой а потом то же самое происходило и в отношении окружающих неродственных особей благодаря дележу пищи то есть тормозным способностям наших лобных областей нам удалось создать социальную структуру сообщества гоминид это очень важный признак то есть лобные области могут тормозить самое главное необходимость в пище мы можем от нее отказаться в этом все дело и поэтому когда подрезают лобные области и женщины почему начинают питаться да потом по той простой причине что торможение прекращается то есть вот это торможенное действие прекращается в мексике такую операцию делают а в европе нет из целей гуманизма там травят их дустом ну то есть успокоительными они умирают вот так в благородном состоянии я понимаю что большинство вас разделяет европейские ценности так что да а кто хочет там спасти свою невесту или жену то пожалуйста мексику эту пожелание поэтому лоботомия это обычное дело в америке это была такая распространенная операция что я вот не знаю сколько сейчас там современников живет слабо томи и но я думаю много поскольку они там многие средних тихий и покладист это хорошо сегодня мне 28 лет один год в орган два года на госслужбе не могу смотреть на бесполезно шел с работ какой путь выбрать живя в небольшом кургане спасибо сергей вячеславович мамочка я понимаю что вас беспокоит да конечно там не только должно беспокоить бесполезность но это что там уже я думаю китайцы выпускают те самые анально рактальные допросные устройства которые этих ребят скоро начнут применять потому что масштабы вывезенных денег страны просто катастрофично но если говорить по сути вопроса то вы займитесь тем что будет зависеть лично от вас что это единственный способ то есть займитесь какой-то такой деятельностью которая не знаю что угодно колодцы складывать или там творчеством кем займись чем угодно там они знают ботинки подшивайте понимаете вот будете хорошо хорошо подшивать ботинки и ставить заклепки на ручки в сумках уже будет хорошо тоже так чтобы не вас ни один чиновник ни один ваш этот орган чего-то там безопасности не смог достать чтобы вот ваша деятельность зависела только лично от вас чем меньше будет зависеть от этой системы тем больше будете получать довольствие от жизни к сожалению так устроено как вы только встраивайтесь в систему вы теряете свою индивидуальность это и ваша индивидуальность ближайшее время понадобится всему человечеству почему потому что автоматические вещи как вождение машин там я не знаю там укладка кирпичей и прочее прочее это будет роботизировано очень быстро быстрее чем вы думаете и тогда индивидуальный спрос на индивидуальные способности резко повысится так что не мучайтесь и найдите себе персональное занятие это единственный выход потому что если вы начнете заниматься чем-то тем что занимаются большие массы офисного планктона разделите его судьбу все больше здесь добавить нечего как вы относитесь теории что если будет перенаселение планеты мозг запустит мутации для уменьшения размеров человека хорошие бредятина так психиатру они ко мне так как мозг запустит мутации в оба мутации почти все смертельны куда вы этот бред берете я не знаю не надо слушать популяризаторов науки это очень опасно для здоровья ничего этого не будет к сожалению и боюсь перенаселение на не произойдет потому что если все пойдет теми этапами которым происходит человечество ближайшее время сильно уменьшится я вам предыдущий час говорил о причинах этих событий продвиньте пожалуйста вашу теорию в госдуму чтобы никто не хотел работать то пусть получает чтобы тот кто не хочет работать получал 25 тысяч рублей только пусть не криминалит я подержу двумя руками да вы что госдума у нас основная проблема сейчас повышение прямых косвенных налогов как кто это вам деньги то там все наоборот нет к сожалению это только после изменения системы отношения к людям и изменение целей эволюции человечества это церебральный сорт без него и к сожалению никому ничего объяснить не смогу я уже объяснял я говорила о том что книжка изменчивость и гениальность она была написана 15 лет назад и обращался во всякие соответствующие организаторы которые организации вы меня призываете и это не нашло поддержки поэтому я не хотел публиковать я считаю что такие преимущества должны получать страны индивидуально но то я не хотела публиковать и предложил воспользоваться этим для развития нашей цивилизации российской но оказалось что это никому не нужно потому что дети у всех многие по-русски уже не говорят денежки все там зачем как это там продвижение страны и первое что мне было сказано что все замечательно да мы отберем покрышкиных талалихинах там и прочих прочих летчиков лучших в мире там инженеров лучших в мире политиков лучших в мире там бухгалтеров или там министров лучших в мире ну а что делать с нашими детьми наши дети останутся не у дел да и мы быстрее всего окажемся вне зоны квалификации чудел а как же деньги а как же слава как же доминантность а как же коллекции ламборджини мы же так не можем сказали и сев на мазерате разъехали поэтому нет церебрального сортина ничего не боюсь не получится хотя чем дольше мы откладываем тем как вы понимаете дороже обойдется ну на этом я с вами прощаюсь мы так с вами сегодня расхулиганились чрезвычайно воспользовавшись благожелательным отношением ко мне страны радио аврора и мы сегодня утащили еще полчаса на этом до свидания был очень рад с вами пообщаться надеюсь что мы продолжим наши контакты до свидания